Друзья мои, сегодня мы с вами будем говорить про ударение в испанском языке. Ударение в испанском это такая тема, которая путает учеников буквально до самого высокого уровня. И казалось бы, человек уже готовится к экзамену, к B2, к C1. Но нет, все равно это злосчастное ударение сыграет свою роль. Все равно куда-то не туда человек или его ставит, или там где не надо его пишет, или там где надо наоборот не пишет. Поэтому мы с вами сейчас раз и навсегда разберемся, когда ударение ставится, а когда оно не ставится. И на самом деле эта тема, ну, очень простая. И существует всего лишь два главных правила, от которых мы с вами будем отталкиваться. Итак, первое правило. Если у нас слово заканчивается на согласную, кроме N или S, то ударение у нас ставится на последний слог. Когда я говорю ударение ставится, я имею в виду, когда мы произносим ударение именно голосом, без всяких дополнительных символов. Итак, давайте посмотрим на примере. Например, испанское слово доктор мы произнесем как доктор. Почему? Потому что последняя буква этого слова, эре, эре, это у нас согласное, это не N и не S, соответственно, мы голосом ставим ударение на последний слог. Доктор, да? Эль доктор. То же самое с инфинитивами глаголов, да? То есть с начальными формами глаголов. Так как все глаголы в испанском заканчиваются на букву эре, то инфинитив мы всегда будем читать с ударением на последний слог. Ну, например, ТРАБАХАР – РАБОТАТЬ, КУМЭР – ЕСТЬ, БИБИР – ЖИТЬ. Везде тут ударение на последний слог. Понятно? Пишите в комментариях обязательно, если вам не понятно. Но, по-моему, первое правило, оно такое достаточно очевидное. Итак, переходим ко второму правилу. Второе правило у нас следующее. Если слово заканчивается на гласную, либо на N, либо на S, то ударение у нас падает на предпоследний слог. Ну, например, давайте сразу посмотрим на примере. Мужчина-доктор у нас доктор, а женщина-доктор, мы скажем доктора. Доктора. Почему? Потому что А – это гласное, значит, ударение мы должны поставить на предпоследний слог. Доктора. На второй слог с конца. Ну, это пример довольно очевидный. Давайте еще посмотрим какие-нибудь примеры другие. Например, слово, которое заканчивается на N. Ну, к примеру, пусть это будет слово экзамен. По-испански экзамен читается как эксамен. Эксамен. Заканчивается на N. Ударение ставим на предпоследний слог голосом. Ну, или, например, вот часто делают ошибку, когда спрягают глагол в настоящем времени в форме они и ставят ударение на последний слог. Да, например, слово они работают будет читаться как трабахан. А очень часто читают как трабахан. Да, но это неправильно. Инфинитив. Трабахар. Но они работают. Эйош трабахан. Трабахан. Потому что заканчивается на N. Читаем с ударением на предпоследний слог. То же самое и с другими окончаниями глаголов. Они едят. Будет комен. Да, инфинитив комэр. Они едят комен. Вот. Это что касается двух этих основных правил. Согласитесь, они довольно-таки простые. И здесь у нас речь идет о том, когда мы ударение не ставим. Да? Мы так читаем по умолчанию. Это как будто бы и так очевидно из написания. Давайте сначала вот этот кусочек закрепим немного. Я вам дам пять слов. Покажу вам на экране. Вы должны будете правильно прочитать их голосом. А потом мы перейдем к тем случаям, когда ударение ставится у нас графически. Когда мы ставим этот значок. Итак, первое слово это преподаватель. Как вы прочитаете это слово? Профессор. Не профессор, как многим хочется сказать, а профессор. Потому что эре согласное, значит ударение на последний слог. Следующее слово, слово кризис. По-испански мы прочитаем как? Кризис. Заканчивается на эссе, значит ударение на предпоследний слог. Кризис. Следующее слово. Яблоко. Мансана. Ударение на предпоследний слог, потому что а последняя буква в этом слове это гласное. Мансана. Кто прочитал Манзана, срочно смотрите наш первый урок, где я рассказываю про произношение всех букв. Не Манзана, а Мансана. Кто прочитал правильно, те молодцы. Следующее слово. Они поют. Будет читаться оно кантан. Не кантан, а кантан. Потому что слово заканчивается на эне, значит ударение на предпоследний слог. Ну и последнее слово. Больница. О, шпиталь. О, шпиталь. Эле. Это согласное, это неэна, это неэса, значит ударение мы ставим на последний слог голоса. Итак, давайте перейдем теперь к случаям, когда у нас ударение ставится графически. Это у нас бывает в трех случаях. Первый случай, это вопросительные слова. Вопросительные слова. На вопросительных словах, в вопросительных предложениях всегда ставится ударение. Например, такой вопрос как, как тебя зовут. Как тебя зовут по-испански будет кому ты ямас. Кому ты ямас. Кому это у нас вопросительное слово. Как. И хотя и так понятно, что на о падает ударение, да, но так как это вопросительное слово, по правилам мы ставим на нем ударение. То же самое, например, со словом донде, да, в вопросе откуда ты родом, де донде эрис, мы ставим ударение на слове донде, на букву о, хотя и так понятно, что она туда падает, да. На вопросительные слова мы ставим ударение в то место, куда оно падает, да, донде, де донде эрис. Ну или, например, cual es tu profesión, какая твоя профессия, cual это вопросительное слово, какой, который, и хотя и так понятно, что ударение падает на а, да, но мы все равно ставим, потому что cual это вопросительное слово. То же самое со словом que, да, que это что. И если я захочу спросить, например, что это такое, que es esto, то я на слове que в письме должна поставить ударение. На произношение это никак не сказывается, то есть не нужно какой-то акцент делать на это слово. Como te llamas, que es esto. Нет, просто так выделяется на письме вопросительное слово. Так, это первый случай, значит, когда мы ставим ударение графически. Следующий случай, это когда у нас произношение не совпадает с написанием. Например, когда это может быть? Возьмем, к примеру, слово музыка. Музыка по-испански будет мусика. Но если мы напишем так, как вы видите на экране, то как тогда по логике, по правилам мы должны будем прочитать? Давайте рассуждать. А у нас это гласное, значит, ударение мы должны поставить на предпоследний слог. И получается, что мы написали с вами слово не мусика, а мусика. Да, ведь мусика мы написали. То есть, получается, мы нашего читателя обманули, потому что, прочитав это, он прочитает мусика. Значит, мы на письме также должны показать, куда правильно падает ударение. Да, и мы графически ставим вот эту черточку ударения на букву У. Мусика. И если мы не поставим ударение, то будет считаться, что мы совершим орфографическую ошибку. Потому что мы как бы дезориентируем нашего читателя. Да. Ровно как и наоборот, когда мы ставим ударение там, где это не нужно. Да. Например, в глаголе трабахар, если мы поставим ударение на А, да, мы, получается, делаем лишнее действие. Это тоже считается орфографической ошибкой. Вот. Поэтому, если вы еще не до конца разобрались с ударением и ставите так его для себя просто, чтобы не запутаться, то берите его в скобочки. Потому что в написании этого слова, по идее, ударение быть не должно. Угу. Так. Ну, возвращаемся еще к примерам, да, когда оно ставится графически. С мусикой понятно, да, с музыкой? Ну, тот же самый, такой же пример, подобный, например, с прилагательным классический. Классический будет по-испански clássico. Классико. Ударение мы ставим тоже на первый слог, да, потому что если мы не поставим это ударение, то мы, получится, написали слово классико, да. О, это у нас гласное, значит, мы должны будем прочитать голосом с ударением на предпоследний слог, да. А у нас слово не классико, а классико. Ну, или давайте возьмем какое-нибудь слово, заканчивающееся на эссе или на эне. Ну, например, слово на эссе, слово анализ. Анализ по-испански будет аналисис. Аналисис. Но, если мы не поставим это ударение, то мы как будто бы напишем аналисис, да, заканчивается слово на эссе, значит, ударение должно падать на предпоследний слог, и мы напишем аналисис, а надо аналисис. Или, например, слово, которое заканчивается на эне. Ну, например, возьмем национальность немец. Немец по-испански будет алиман, да, алиман. По идее, заканчивается слово на эне, значит, мы должны ставить ударение на предпоследний слог, да, голосом алиман, но мы читаем как алиман, поэтому мы на последний слог доставляем ударение, да. Немец будет алиман, а немка алимана. В слове алимана нужно ли ставить ударение или нет, как вы думаете? Ударение ставить не нужно, потому что заканчивается слово на «а», значит мы и так ставим на предпоследний слог ударение. Алиман – алимана. В мужском роде нужно ставить ударение, в женском – нет. Таких, кстати, национальностей очень много, которые заканчиваются на «эйн» или на «эсэ». Мы когда будем с вами делать упражнение в конце, я туда обязательно включу национальности. Дальше. Например, такие слова, которые заканчиваются на «он». Например, «профессион», «эдукасьон». Мы тоже ставим ударение на последний слог, на этот. А то мы прочитаем «профессион» или «эдукасьон». А нам нужно прочитать именно с ударением на последний слог, поэтому на письме тоже ставим. Ну или, например, слово «сад» – «хардин». «Эль хардин» по-испански будет «сад». Если мы напишем без ударения, то как будто бы получится «хардин». А нам нужно «хардин». Кстати, когда вы ставите ударение на букву «и», то вот эта точка «уи» она сливается с палочкой. С палочкой с ударения. И это получается одна линия. Итак, это что касается слов, у которых произношение расходится с написанием. Если что-то непонятно, то пишите в комментариях. Обязательно пишите, если вам что-то непонятно или если у вас есть какие-то вопросы. И у нас с вами остался последний случай, когда ударение ставится графически. А именно, это когда у нас ударение имеет смыслоразличительную функцию. Что это значит? Это значит, что одно и то же слово «с ударением» и «без» имеет абсолютно разные значения. Давайте посмотрим, какие это слова. Давайте прямо запишем эти пары слов. Итак, первая пара слов – это «ту» с ударением и «ту» без ударения. «Ту» с ударением – это «ты», «ту» без ударения – это «твой». Следующая пара – «эль» с ударением и «эль» без ударения. «Эль» с ударением – это «он», «эль» без ударения – это артикль мужского рода. Это если вы смотрели наши первые уроки «испанские с нуля», второй, третий и четвертый, наверное, тоже, то вы это уже все знаете про «ту» и про «эль». Дальше, следующая пара – это «си». «Си» с ударением – это «да», «си» без ударения – это «если». «Си» с ударением – «да», «си» без ударения – «если». Следующее слово – это «те». «Те» с ударением – это «чай», «те» без ударения – это «тебе». «Те» или «тебя». «Те amo» – «я тебя люблю». Либо «те» как напиток. Следующее слово. Слово solo. Solo с ударением. Это только solo. Без ударения. Это одинокий. Один. Solo, solo. Следующее слово. Mi. Mi с ударением. Это мне. Mi без ударения. Это мой. Mi с ударением. Мне. Mi без ударения. Мой. Следующее пара слов. Это se. Se с ударением. Это форма глагола saber. Знать. Форма я. Я знаю. Se с ударением. Это я знаю. Se без ударения. Это частица ся. Возвратная частица. На русском языке ся. Например, умываться, одеваться, просыпаться. То есть действие, направленное на себя. Мы с вами потом будем обязательно проходить эти глаголы. Да, эта частица ставится без ударения. Ну и последняя пара слов на сегодня. Это esta. 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 Это указательное местоимение. Это. Какая-то это. Что-то женского рода. Например, esta casa. Этот дом. Дом по-испански. Это женский род. Esta casa. Или esta mano. Это рука. Тоже это. То есть esta. Это это. Esta. Это форма глагола estar. Быть. Находиться. То есть он. Она. Находится. Да. Или является. Эста. 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 Вот, оказывается, как от ударения много всего зависит. Ну и давайте, чтобы подытожить, сделаем с вами небольшое упражнение. На экране вы увидите слова. Я буду произносить их вам вслух. А ваша задача поставить ударение там, где это нужно. И если это нужно. Да. То есть определить, нужно ли ставить графическое ударение. Если да, то где. Итак, поехали. Первое слово. Это. Отель. Эль-отель. Ударение ставить не нужно. Эль-это согласное. Значит, ударение и так падает на последний слог. Второе слово. Эль-телефоно. Телефон. Эль-телефоно. Ударение мы ставим на второй слог. Потому что О это гласное. Значит, если мы не поставим ударение, то у нас получится телефоно. А нужно телефону. Поэтому ставим ударение на вторую. Э. Следующее, третье слово. Глагол покупать. Совершенно верно. Ударение здесь не нужно. И так падает куда надо. На последний слог. Потому что ЭРЭ это согласное. Следующее слово. Преподавательница. Профессора. Все правильно. Ударение не нужно. Оно у нас падает на предпоследний слог. Потому что слово заканчивается на А. Следующее слово. Симпатичный. Симпатико. Симпатико. Ударение ставить нужно. На второй слог. Потому что если не поставим, получится симпатико. Ну, думаю, что вы уже догадались почему. Следующее слово. Англичанин. Инглес. Инглес. Ударение ставим на последний слог. На букву Э. Инглес. Следующее слово. Дерево. Арболь. Или арболь. Ударение мы ставим. Ставим ударение на первый слог. Потому что если не поставим, то получится у нас арболь. Следующее слово. Они пьют. Бэбен. Бэбен. Ударение ставить не нужно. Потому что и так ставится ударение на первый слог. Потому что у нас слово заканчивается на эн. Эйос, бэбен. Они пьют. Следующее слово. Француженка. Францесса. Францесса. Ударение не нужно. Потому что заканчивается на а. Подэт на ударение и так на предпоследний слог. Францесса. Следующее слово. Доллар. Доллар по-испански будет доллар. Эль доллар. Ударение ставим. Потому что если не поставим, получится доллар. Следующее. Предпоследнее слово. Характер. По-испански читается как характер. Эль карактер. Ударение мы ставим. Потому что если не поставим, то получится характер. Да? А нам нужно характер. И последнее слово. Последнее, последнее слово. Это мобильный. По-испански читается как мобиль. Эль мобиль. И совершенно верно. Ударение мы ставим на первый слог. Потому что если не поставим, то получится мобиль. Все, дорогие друзья. Вы большие молодцы, если дослушали это видео до конца. Если оно будет вам полезным, то обязательно ставьте лайк. Ставьте лайк и пишите что-нибудь в комментариях. Пишите свои вопросы, пожелания. И это всегда очень-очень приятно. Очень мотивирует снимать что-то дальше. Я буду очень рада видеть вас на наших уроках. На наших уроках онлайн. А также лично в городе Пермь. И на курсах подготовки к Дели. Поэтому подписывайтесь на нас везде, где только можно. Все ссылки прикреплю в описании. Все, друзья. Всем удачи и до новых встреч.